Друзья, мы продолжаем наше изучение Торы. Сегодня у нас продолжается глава Шафтим, судьи. И очень интересно, как суд себя должен вести. Показан пример поведения раввинского суда. Есть такой царь, его зовут Янай. У него есть слуга, который совершил убийство. И судьи решили, что вместе со слугой, пусть для дачи показаний, придет его хозяин царь. Царь Янай, впоследствии мы знаем, что его зовут Ирод. И царь пришел во всем своем великолепии, пришел в суд и всем своим видом показал, что лучше суду признать его слугу невиновным. Он демонстративно сел в суде. Тогда рабе Шимон Беншатах сказал царю, чтобы он встал и стоя высушил показания, так как он встает не перед ним и не перед членами суда, а перед самим Всевышним. И сказал ему царь Янай, ты всего лишь человек, и твои слова не имеют значения. Вот пусть скажут остальные члены суда, чтобы я встал или я сидел. Рабе Шимон Беншатах посмотрел на левую половину зала, и кто скажет свое мнение, все мудрецы молчали, опустив головы свои. Тогда он посмотрел на правую половину зала, и люди не могли выстоять перед царем. Эти судьи все стояли, опустив голову. Тогда рабе Шимон Беншатах взмолился, и тут же появился пророк Ильягу, нет, не пророк Ильягу, ангел Гавриэль явился. И случилось невероятное. Все эти судьи упали замертво. Вот такая страшная история произошла. Так. Как это описано? Вот по вашему поведению видно, что вы не намеревались совершить справедливый суд. Вы послали за царем, предполагая, что его присутствие устрашит свидетелей, и его раб будет оправдан. Поскольку вы полны греховных мыслей, пусть вас судит тот, кто знает мысли людей. При этих словах появился ангел Гавриэль, повалил судей на землю, и они умерли. Судьи были наказаны так сурово, потому что справедливое судейство – это один из толпов цивилизации. Настолько важен справедливый суд. Написано в главе Шавтин, что нельзя садить в святых местах никаких деревьев, никаких священных растений. Ничего этого не должно быть. То есть, когда мы говорим о идлопоклонстве, то Тора пишет, что нужно уничтожить все священные деревья, под которыми язычники поклонялись идолам. Это мы знаем хорошо. Но, что касается тех деревьев, которые находятся просто рядом с местами, где были какие-то идлопоклонческие храмы, то их уничтожать запрещает Тора. Если мы знаем, что под этим деревом не совершалось никакого идлопоклонческого служения, то их не трогают деревья. И здесь тоже у нас в храме, во днаре храмового нет деревьев никаких, чтобы никто не подумал, что может дерево участвовать в каком-то обряде служения Всевышнему или что-то еще. В общем, деревьям поэтому запрещено нам садить возле храма. Вот так вот. На сегодня у нас все. Рот был дат за поднятие души Яков бен Нахум, Владимир бен Григорьев, Павел бен Ефим, Самой Бен Герш, Хай Малко бот Йосин, Мира бот Аврагам, Роза бот Михаэль, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бот Клара, Шимон бен Эсхак, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Полина Перм бот Соня Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бот Софья, Двора бот Миньям, Моисей бен Ева, Ирина бот Двора, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Мэйн, Евгений бен Берт, Евгений бот Ита, Фира бот Анна, Геннадий бен Елена, Ильор бен Клара, Ольга бот Светлана, Йосиф бен Сара, Таня бот Фрида, Ида бот Рива, Вадим бен Датьяна, Юлия бот Белла, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Парносай и Бриют, Владимир бен Рая, Олегу Марченко, Мазл Парносайз Гула, Ирина Батури, Орона Ребен Ри, За хороший дух, Орона Ребен Двора, Дизбен Ахум, Олегаль Бацара, Делитесь этим видео с друзьями, Всем крепчайшего здоровья, Всем всего самого наилучшего, До следующих встреч, Надеюсь, нас состоится завтра в 15.30, до встречи, дорогие, Шалом!